здравствуйте дорогие друзья перед вами три моих слабенькие орхидейки справа это две мальвины одна обычной формы цветения а вторая с мутацией а слева это моя новенькая орхидея вероника с мутацией по цветению я недавно купила у меня кстати умничка растит новый листик и вот я у всех этих орхидеек у кого еще не вытащен торфяной стаканчик хочу его вытащить если получится и отсыпать верхнюю часть грунта засыпать новую положить свежий мох в общем хочу их обновить потому что у них шейки оголились из-за потери листиков чтобы лучше наращивались корешочки первая орхидейка который я хочу заняться это вероника с мутацией цветения я уже ей корешочки загнившие все по отрывала оставила весь загнивший веламен оставила тяжа так и сейчас я хочу отсыпать верхнюю часть грунта я уже ей вытаскивала торфяной стаканчик вот еще корешочки с загнившим веламеном поснимаю как раз где могу поменьше гнилья было в горшочке при покупке у нее было немножко корней но от стресса на их все засушил и корешочки загноила здесь даже есть хороший корешочек внутри один единственный так пока так оставлю хочу обрезать все сухие корешочки верхнюю что же так в очень хочется вот эти корешочки в посадку положить так страшно вдруг они испортятся в посадке сейчас я побольше грунта отсыплю и Попробую его запустить в посадку, закрутить. Так получилось и вот будет видно корешочки эти. Надо будет очень следить за поливом. Хорошенько. Сейчас я часть старого грунта сначала насыплю. Корешочки, которые я вам показала, они были воздушные. Я их положила, кто не видел, в стаканчик с водичкой. Представляете, они ожили. Сейчас досыплю свежей коры. Перемешку со старым грунтом. Здесь эти корешочки не испортятся, которые были воздушными. Это, конечно, было бы здорово, если бы они продолжали расти в посадке. Так. Еще я хочу обложить посадку мхом. Для этого я взяла сухую муку, вложила в него. Усился, якkea, яичный рик, яичный рик. Субтитры сделал DimaTorzok И обкладываем нашу орхидейку. Около шеи буду стараться мох не делать, чтобы шейка дышала и не намокла и не начала гнить. Надеюсь, орхидейка не почувствовала, что ее тут тормошили, а то и так она бедненькая. Не струсанет. Надеюсь, что корешочки начнет наращивать. Раз листочек уже тронулся в рост, это очень здорово. Я уже орхидейку чем только не лечила, и метронидозолом один раз, и антибиотиком один раз человеческим. Надеюсь, что это как раз таки и помогло орхидейке. И скоро она начнет растить корешочки. Максиму я не стала шейку мазать, потому что я недавно корешочки, так называемые, и шейку погружала в Максим. На один литр воды добавляла 2 миллилитра Максима. Так. Все. От шейки убираем все. Так. Немножко углубила орхидейку в посадку. Так. Вот что у нас получилось. Что-то нужно подложить. Чтоб ровненько стоял. Теперь немножко наведу здесь порядок и приступаем к следующей орхидейке. Так. И следующая орхидейка, это орхидейка Мальвина с мутацией по цвету. Недавно она отсушила листик. Вот ее корешочки, слава богу, есть. Я хочу сейчас обновить верхний слой грунта, убрать старый мох, немножко старой коры, добавить новой коры и свежий мох. Потому что, видите, у нее тоже шейка оголилась. И вот эти корешочки, бедные, несчастные, на которые вся надежда, могут отсохнуть из-за очень сухого воздуха, из-за отопления. Так что, я сейчас углублю немножечко эту орхидейку, так же, как и предыдущую. Так, для начала мне нужно отсыпать старый грунт и убрать старый мох. Который уже засолился весь от воды. Видите, тоже старые корешочки. Одни тяжи. Тяжи оставлю, а это все плохое уберу. Так. 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 чтобы шейка дышала и не было воды гнилой оболочки корней отсыплю часть грунта здесь и нет торфяного стаканчика вот сколько у меня получилось убрать сколько гнилых гнилого виламина у меня получилось убрать из горшочка теперь нижнюю часть шейки уберу срез сухой так что ничего делать не нужно так еще немножко грунта отсыплю пришлось вытащить орхидею тогда уж я полностью высыплю старый грунт и немножко изменю посадку возьму новый горшочек мальвину пока убираем горшочек от старой орхидеи на дно я положу крупную кору далее я положу кокосовое балахно сейчас примерю орхидеи ку поместится орхидеи ку поместится вот кто нам хочет поместиться я сбоку убрала кору и до конца прям до дна опустила корешочки вот она идеально встала и теперь буду засыпать грунт в котором и сидела эта орхидеи ку и, конечно, у Estados вll. еще раз Субтитры сделал DimaTorzok Периодически поступила по горшочку, чтобы грунт везде, во все промежуточки попал. Немножко свежего грунта. Перемешиваю составом грунта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас немножко уберусь и покажу вам, что у меня получилось. Старую кору я выбрасывать не буду, я ее проварю и можно будет ее использовать. Она хорошая, мелкая. Будет довольно хорошая, мелкая кора. Орхидейки такую любят. Я ее часик поварю и высушу, и можно будет использовать в посадке. Так, а теперь нужно обложить орхидейку мху. Вот у меня немножко осталось. Сейчас подложу, опрыскаю и будем обкладывать орхидейку. Я подготовила мох. Вот наша орхидейка. Вот я насыпала коры. Сейчас буду обкладывать орхидейку мхом. Увлажненным. Надеюсь, и мои манипуляции пойдут на пользу. Так, шейку не будем обкладывать. Для этого я пробочкой. Так, или корой кусочком. А то двину орхидейку подальше. Так. А то двину орхидейку. Вот что у меня получилось. Шейка проветривается. Вокруг кора и мух. Так, и приступаем к следующей орхидейке. Это мальвина с обычной формой цветения. Какие-то мальвины с зачахлики. Или как их обозвать. Вот тут есть немножечко корешочков. И я их хочу попробовать посадить в посадку. Поглубить. Так, сейчас у этой орхидейки я тоже уберу старый мох. Крышечка у меня тут орхидейка. Пила. Лекарства. Ее тоже пролечиваю. Вот. Вот. Пила. Рецепт. Тоже нужно убрать гнилые корни, чтобы шейка орхидеи дышала, а не прела. И от шейки все, что убирается, надо все убрать, всякие чешуйки. Тоже можно обрезать лишнее. Видите, шея вся сухая, корней там совершенно нет, я все это сухое хочу обрезать. Охидея улетела, да. Охидея совершенно не было корней, она там даже ни за что не держалась. Этот горшочек с корой нам еще пригодится. Так, а я возьму одни керамзит, далее кокосовое волокно, уже промытое заранее. И керамзит, и кокосовое волокно. Так, и насыпаем кору. Сначала можно крупное. Примеряем орхидею нашу. Да, ну она и просилась у меня, конечно, на наращивание корней. Что у нее тут, смотрите, два корешочка. Вот. Она давно уже в таком состоянии стоит, и вообще ничего не собирается наращивать. Я ее не трогала из посадки, потому что стараюсь до последнего не вытаскивать орхидею, не подвергать ее стрессу. Но тут она так и не нарастила в старом горшочке корней. Так. Примеряем. Можно еще немножко коры. У нас будет закрытая система посадки. И сверху я из ее горшочка верхнюю часть грунта отсыплю, так как она засолена. Вот из этого старого горшочка. А нижнюю попытаюсь использовать. Чтобы орхидейка была ее же микрофлора, застелить ей. Ставим нашу орхидейку. Видите, при разных обстоятельствах приходится по-разному действовать. Я думала, только верхнюю часть горшочков отсыплю, но видите, как получилось. Видите, немножко орхидейка заглублена в горшочек, чтобы там была повышенная влажность воздуха. И орхидейка начала растить корешочки. Так, сейчас ей под пупку подложу крупный кусочек коры. Чтобы она не в мокром своем мелком сидела. Вот что у меня получилось. Палочку отсыплю. Поставила и орхидейка стоит. Надо, чтобы она не шаталась и устойчиво стояла. Так она лучше начнет наращивать корешочки. Так, теперь... И теперь я буду ее обкладывать мхом. Сейчас еще немножко коры добавлю. Ее, из ее горшочка. Так, буду обкладывать орхидейку мхом. Уже заранее смоченным. Надеюсь, орхидейке понравится. И она начнет наращивать корешочки. Никак орхидейка не хотела расти в старом горшочке. Уже год примерно прошел и никаких сдвигов абсолютно. Так что... Получилось, что получилось. Получилось ее поставить на наращивание корней неожиданно. Ну и хорошо. Я даже рада. Так. И кто не смотрел, я уже пролечивала эту орхидейку антибиотиком человеческим, метронидозолом. Кто не смотрел видео, я ссылочку напишу в первом закрепленном комментарии под этим видео. Лечение нашего. Так. Вот корешочки, которые были, они у нас под мхом. Шейка дышит. Вокруг шейки кора. Внизу там и ног. Надеюсь, орхидейке все понравится и она начнет наращивать корешочки. Вот что у нас получилось. Обновленные красоточки. Справа это Вероника с мутацией по цветению. Это у нас Мальвина без мутации обычная. А это слева Мальвина с мутацией по цветению. Вот мои девочки красавицы. Улучшила им условия проживания. Надеюсь, им понравится. И они начнут наращивать листочки и корешочки. Ну все, дорогие друзья. Показала вам свою сегодняшнюю непростую работу. А на этом я буду прощаться с вами, мои дорогие. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Я желаю вам всего самого доброго. Мира, добра, здоровья. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Пожелайте нам удачи. До новых видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...